И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня у нас игрушка под названием Mars Horizon, или Горизонты Марса. Что представляет собой данная игра? Это игра в жанре симулятор-стратегия. Ну, конечно же, для платформ ПК, но по ходу игры, когда мы с вами начнём прохождение, вы увидите, что игра довольно-таки очень сильно напоминает, знаете, игрушку на каком-нибудь андроиде на вашем телефоне. Окружение в игре относится к стилистике фантастика, а выделить особенности можно следующие. Стратегия, симулятор, инди, наука для одного игрока, пошаговая, космос, дипломатия, Марс, строительство базы, Симулятор, в общем, очень-очень интересная игрушка для любителей, простите, симуляторов космоса. Каких-то, вот как я, по крайней мере, ждал давно такую игру, и вот только почему-то недавно на неё нарвался. Типа градостроительный, но это симулятор, знаете, освоения космоса. Да, это реально классная игрушка. Ну что же, давайте начнём новую игру, и нам предлагают сразу 4, простите, 5 компаний. Это у нас ЕК, США, СССР. Ну, конечно же, космическая программа СССР, будем осваивать её. Такс, бонусы агентства. Некорректные окна запуска становятся неоптимальными. Ну, понятно, всё как в России. Ну, я ничего не имею против России, я хоть здесь и живу, ладно. Нету штрафа поддержки за проваленные миссии. Минус 50% к стоимости найма членов экипажа и ежемесячным расходам. Ну что же, давайте продолжим. Вы знаете, даже, честно сказать, на первопроходце, я вот до этого, конечно, поиграл, освоился немножко в игре, выбрал сложность первопроходец, и она мне даже на моих начальных, так сказать, парах показалась довольно-таки непростой. Так, обучение мы, наверное, выключим, я его уже знаю. Тем, кто хочет узнать вообще про обучение, пишите в комменты, там для вас сниму отдельное видео, либо можете в Ютубе поискать полно таких, в принципе, видео. Автовыполнение. Миссии, заказы. Отдельные миссии, конечно же, наверное, я это приму. Все миссии. Подожди, стойка автовыполнения. Миссии, заказы, наверное, да, я думаю, выберу. Первопроходец. Так, ну что же, поехали, наверное, начинаем игру СССР. Добро пожаловать, директор. Сегодня начинается наш путь к иным мирам. Впишите наши имена в историю. Так, смотри, наша Земля. У нас на дворе январь 57-го года. У нас будет гонка. Гонка в космосе, как это было на самом деле. Так, испытательный запуск. Смотри, первая эпоха, рассвет космической эпохи. Нам нужно провести испытательный запуск. Перед отправкой полезной нагрузки на орбиту необходимо испытать стартовую площадку. Ну, это понятное дело. Исследования. Миссия, испытательный запуск. Значит, средства. Наше средство 100 тысяч на счету. Плюс 53 тысячи у нас идет. Финансирование. Знание, ресурсы у нас. Плюс 112. От сотрудничества 2%. И поддержка 50%. Чем больше поддержка, ребятки, запомните, тем выше ваш статус. Ну, наверное, вашей стартовой площадки, скажем так, вашей страны и всего прочего. Миссия. Значит, миссия. Испытательный запуск. Мы можем изучить миссия искусственный спутник. Постройки. Малая стартовая площадка. Ракеты. Так, ну, наверное, с чего нужно начать? У нас есть главное управление. И ангар для хранения ракет. Нам нужно, наверное, сначала начать изучать малую стартовую площадку. На изучение у нас уйдет абсолютно всего лишь один месяц. Так, стартовая площадка у нас готова. Давай вернемся на нашу базу. Космодром Байконур. Все прекрасно. Малая стартовая площадка. Так, стоимость 50 тысяч. Время постройки. Один месяц. И теперь нам нужно где-нибудь разместить... Ближе к нашим зданиям. Подожди, стой. Я хочу посмотреть. Ангар для хранения ракет. Вот, кстати, кстати, кстати. Можно присоединить малую стартовую площадку сюда. И у нас минус... Смотри, это у нас дает минус 2% ко времени созданию ракеты. Ну что же, стоимость содержания 5000. Поехали. Наверное, будем ставить малую стартовую площадку тут. Исследования. По исследованиям мы сразу же... Так, ракеты. В принципе, ракеты нам пока вот эти вот ускорители и все прочее нам это не нужно. Это уже ускорители, вот эти верхние ступени. Нам понадобится для запуска каких-нибудь спутников. В дальнейшем, конечно же, для первого человека в космосе. Для Юры Гагарина, естественно. У нас СССР. Гонка. Космическая гонка началась. Миссия. Искусственный спутник. В принципе, смотри, что можно сделать. Постройка для испытания ракет. Миссия. Миссия. Искусственный спутник. Я думаю, что, наверное... Подожди, миссия? Сколько она у нас будет проходить? А, ну ладно. Хорошо. Миссия Искусственный спутник. Нам сейчас просто нужно тестово запустить ракету. Хотя бы просто попробовать ее вывести на малую орбиту. Так. Поехали. Малая стартовая площадка завершена. Испытательный запуск. Давайте планируем его. Выбрать ракету. Построить исследовательскую ракету. Ага. Вот. Нам нужно, короче говоря, вот здесь вот была моя ошибка. Подожди. Верхняя ступень исследовательской ракеты. Ускорители. Сейчас мы вернемся. Один момент. Так. Исследование. Ракеты. А, ну все. Она у нас готова, в принципе. Да, у нас все готово. И нам, в принципе, можно запускать ее. Испытательный запуск. Так. Построить исследовательскую ракету. Так. Выбираем, наверное, ему имя ракеты. Давайте, наверное, спутник один. Я думаю, прекрасное название для нашей ракеты. Время постройки два месяца. Надежность запуска 25%. Ну, конечно, что вы хотели. Это у нас только всего лишь начало-начало космической эры. Два месяца. Я советую, ребятки, всем проматывать не до следующего события, а до следующего месяца. Потому что у вас будут какие-то текущие миссии, дополнительные миссии, постройки баз, исследования. И если вдруг вы до следующего события промотаете время, ваши конкуренты США, Китай и все прочие страны могут вас опередить по каким-то там заданиям. Отправка первого человека в космос. Отправка первого животного в космос. То есть, следующий месяц. И ждем. Так. Исследование Искусственный Спутник завершено. Рассвет космической эпохи. Открыта Луна. И у нас? И у нас уже готова первая ракета. Подготовка к запуску. Такс. Беспилотная миссия. Дата запуска. Назначаем. Значит. Вот здесь как бы палка о двух концах. Можно либо перед запуском каких-то отдельных стран запускать. То есть, на месяц ранее. Либо вместе начинать гонку, но попробовать успешно добраться в космос. Первое. Тут все зависит как бы от запуска ракеты. Допустим, если вы сейчас... Если бы наш запуск был в мае. И отправлять ее. У нас будет неудачный запуск. Видишь, зеленый. Это то есть отличное время для запуска ракеты. И если у нас в мае произойдет ошибка. То у нас еще будет месяц для постройки одной ракеты. И в июне, если у нас произойдет запуск. Удачный. То мы будем первыми в космосе. Так. Ну что же. Давайте. Выбираем. Подтверждаем конфигурацию миссии. Посмотрим, что у нас по исследованиям. Постройки. Миссии. Ракеты нам нужен... Я не помню. Ускоритель. Да. Нам нужно сейчас прокачивать ускорители. Для того, чтобы вывести... В следующий раз выполнить миссию... Первый искусственный спутник Земли. Так. Ну что же. Просмотр плана. Один месяц до запуска. Следующий месяц. Поехали. Испытательный запуск. Мы первые готовы к запуску. Ну что же. Держим кулачки за нашу миссию. Я надеюсь, с погодой у нас все хорошо. Все прекрасно. Сейчас нам дадут данные. День запуска спутник. 1 июнь 57-го года. Знаете. Напоминает Кербал Спейс Программ. Нормальные условия. Погодные. Минус 2% к эффекту запуска. Вероятность успешного запуска 23%. Неблагоприятный исход. Короче, у нас всего лишь каких-то 20 с чем-то очков благоприятного запуска. Ну что же. Молимся, друзья. Переносить запуск мы не будем. Стартуем. Как сказал Юрий Гагарин, поехали. Давай, родная, давай. Мы должны это сделать. Давай, пошла, пошла. Ну, удачно. Давай, не взорвись. Только не взорвись. Ес. Аплодисменты. Так, по событиям. У нас произошло какое-то повреждение систем. Ладно. Но, в принципе, мы запустили первую ракету. Это отлично. Наша ракета прокачана. В дальнейшем мы эти ракеты, знаете, исследовательские, можем использовать для каких-нибудь миссий, для сбора данных и всего прочего. Отлично. Испытательный запуск. Первая ракета в космосе. Это очень здорово. 125 очков репутации. И я что-то пропустил. Сколько мы получили денег. Так. Значит, можно посмотреть события. Мы... Смотри. СССР завершила испытательный запуск. Первые в космосе. Это здорово. По текущим миссиям. Понятно. Хорошо. Исследование. Исследование. Миссия. Искусственный спутник. Вот. Нам нужна полезная нагрузка спутник. Прокачать вот эту вот систему. Так. Следующий месяц. Исследование спутник завершено. Прекрасно. Постройки. Ракеты. Постройка. Для испытания ракет. Это, знаете, для более удачного запуска. Нам пригодятся ракеты. Сейчас я погляжу, что нам нужно. Текущая миссия. Искусственный спутник. Спланировать миссию. Полезная нагрузка. Так. Конечно же. Спутник один. И что мы можем еще сделать? Надежность полезной нагрузки. 65%. Мы можем, конечно, снабдить его связью. Надежность не так будет высока. Но у нас, в принципе, нормально. Еще времени будет для дальнейшего запуска. Энергия. 50 на 50. Связь. Стартовая энергия. 4. Масса 80 килограмм. Полезную нагрузку. Да. Рекомендуемые компоненты ракеты. Верхняя ступень. Р-7. Спутник. И ускоритель. Создаем пока этот спутник. В исследование отправляемся. Создаем верхнюю ступень. Так, следующий месяц. Р-7 завершено. Так. Конструирование ракеты. Запускать мы будем, наверное, с той же малой, наверное, площадки. Я думаю, да? Подожди, стой. Конструирование ракеты. Значит, верхняя ступень у нас будет R-7 спутник. Выбираем ее. И ускоритель, ускоритель у нас будет R-7 тоже спутник. Блин. Так, подожди. R-7. Выбираем. Так, что у нас по надежности? 50%. Но у нас как бы сейчас другого шанса нет. 4 месяца для постройки вот этой ракеты. Построим ракету. Так. Отправляемся в солнечную систему. Исследование. Так, постройки. Такс, такс, такс. Подожди, ракеты, миссия. Можно, конечно, изучить сейчас миссию животное в космосе. Ракеты. Нам нужно, наверное, новые ускорители сейчас прокачивать с вами. Ускоритель Юпитер. Я думаю, более такие тяжелые ускорители, которые нам понадобятся в дальнейшем для подъема более тяжелых каких-то капсул с людьми. И животными. Так, 4 месяца, да, по-моему. Так, одна у нас ступень изучена. Верхняя ступень Юпитер. Давайте ставим на изучение. Сейчас у нас уже должна... Так, бюджет, бюджет. У нас все нормально. Ракета уже готова. Вот она. Подготовка к запуску. Беспилотная миссия. Дата запуска. Искусственный спутник Земли. Февраль. Можно стартануть сейчас? Я не знаю, насколько будет удачным. Запуск. Ну что же, будем уповать на Бога, как говорится. Подтверждаем конфигурацию миссии. Так, по исследованиям. Так, постройки. Постройка для испытания ракет. Вот это немаловажная штука, я тебе скажу. Перед каждым запуском наши ракеты будут испытывать, и это плюс к надежности. Ну, сейчас у нас как бы такая гонка, да? Мы СССР первые в космосе, и все прочее. Дата обучения, да, ну понятно. Поехали. Запуск. Первый искусственный спутник Земли. Правда, название я не дал ему корректное. Да, указ. Просто указ. То есть, правительство сказало, вот так и так. В такие сроки уложится. Вот вам определенное финансирование. Полетели. Хорошие условия запуска. Вероятность успешного запуска 56%. Что-то, мне кажется, сейчас будет не по плану. Ну что же, поехали. Четыре, три, семь, два, один. Давай, родная. Ты должна это сделать. Если сейчас будет провал, то я буду в полном негодовании. Идет. Пошла, родная. Давай. Система работает стабильно. Ну. Ох, даже неплохо прошел запуск. Хороший запуск. Эффектов на миссию нету. Ускорители у нас получают по первому уровню. Это прекрасно. Надежность, в принципе, их оправдана. Первый искусственный спутник Земли в космосе. И вот сейчас начинается самое интересное. Нам нужно провести различные работы на околоземной орбите. Смотри, у нас есть четыре хода, за которых мы должны изучить некоторые параметры. Значит, связь. Цели основные. Собрать, значит, два очка связи, две данных. А здесь у нас по данным. Провести научно-измерительные навигационные показания. Так, ну что же, давайте попробуем. Значит, одна энергия. Одна энергия. И два очка связи. Значит, первый тест у нас будет этим. И, значит, энергия. И данные. Визуальный сбор данных. Я надеюсь, будет удачно. Да, неплохо. Отлично. Такс. Визуальный сбор данных. По сборам данных у нас все прекрасно. Такс, хорошо. Энергии у нас две, три хода осталось. Такс, связь, данные. Ну, в принципе, вы знаете, мы цели основные уже сделали. Давайте попробуем провести отбор, анализ магнитного поля. Такс. Значит, связь, данные. Связь с наземной командой. Это, мне кажется, бесполезно это делать. У нас никакой навигации нету, я так понимаю. Тест возврата сигнала. Отпроб. Отбор пробы атмосферы. Так, нам не хватит, по-моему, данных. Давайте... Связь. Тест возврата связи. Анализ магнитного поля. Нет, не получилось. Хорошо. Можно исправить одним очком энергии. 74%. Здорово. Принимаем. Ну что же, миссия прошла успешно. Первый спутник, искусственный спутник Земли в открытом космосе. Это очень здорово. Классно. Невероятно. Вы знаете, во время того, когда я просто пробовал играть, да, учился некоторым Азам первым, у меня было не все настолько удачно. Ну, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ну что же, ребятки, наверное, на этом я свою серию закончу. Первый искусственный спутник Земли у нас в открытом космосе. Я думаю, в следующей миссии мы с вами уже будем пробовать миссию животных в космосе. Полетит белка-стрелка. И будем пробовать околоземную орбиту. Я не знаю. Ну, вообще, США, по идее, были первыми на Луне. Около орбиты Луны. И... Так, в общем. А мы будем, наверное, стремиться все-таки по историческому развитию событий. Ну что же, всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписка на канал. Всех новых открытий в космосе и путешествий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...